всем здравствуйте рада всех приветствовать рада видеть вас снова на моем канале всех своих подписчиков постоянных зрителей друзей коллег огромное вам спасибо за ваши лайки за ваши комментарии за ваши вопросы к сожалению я все меньше и меньше реже на них отвечаю но отвечаю программе отвечать ну а сегодня у нас будет очередной расклад такой же уже есть на канале но повторяюсь расклад новый но по всем же называется над по старым проблемам по старым вопросам будет три варианта первый вариант будет на колоде царь второй вариант на колоде клипт третий вариант на колоде потечели посмотрим все о вас его глазами вот как он видит всю ситуацию вот какой он вас видит как он видит ваши чувства ваши мысли о нем да по его мнению ваши желания относительно него каких он действий как он думает вы ждете каких действий от него на что вы готовы ради него и как он думает насколько он важен вам загадывать если вам нужно время ставьте на паузу начнем первый вариант какой-то царь практически по классике всем кому нравится кому не нравится я через стараюсь чередовать первый вариант все у вас его глаза какой вот какой он вас видит вообще он видит вас шпионом король жезлов и туз мечей ну так очень прозорливая вы все знаете он иногда понятия не имеет откуда вы все это знаете откуда вы все это выведывать но вы всегда знаете все и обо всем у вас очень много страхов вас много каких-то возможно предостережений которые связаны с возможно с вашей прошлой жизни но самое главное это то что вы всегда можете найти информацию и от вас очень тяжело что-то скрыть вы достаточно сильный человек но здесь мужская карта она всегда говорит о том что вы очень сильной энергетикой почти с мужской то есть либо как на уровне мужчины чем король жезлов это человек который берет ответственность за всех вот вы человек который способен брать ответственность за всех он это видит он это понимает что вы сильная что вы целеустремленная что вы скорее всего бизнес-вуман либо способны до творить бизнес либо ну как говорится на зарабатывать на уровне мужчины и брать ответственность на уровне мужчин может быть даже где-то и покруче и туз мечей холодный ум расчетливый и самое главное это ум мыслительный процесс то есть вы сами принимаете всегда решение вот так я думаю таких хороших хороших характеристики с уважением принципе вам относится если можно было и по вот этим двум картам уже понять почему вы все все знаете о нем по пашу мечей потому что здесь ум логика и минут даже мужская я бы сказала логика то есть по его поведению вы можете легко анализировать что происходит потому что вы как такое ощущение как будто вы думаете сами как мужчина не смысле вы мужчина в смысле вы это кости вот вы вы поступаете во многих вариантах во многих случаях так поступил бы скорее всего мужчина либо решаете вопросы так как по общем преимуще у нас разные да по общему принятому по общему принятому понятию как мужчина холодно с холодным умом четко конкретно так все пришла сделала либо организовала процесс какой у нас еще видит вот как женщина это как женщина у нас видит то что тут конечно сексуальность пусть и ум да сексуальность вы очень яркая очень видная вы выделяетесь толпы скорее всего вы выделяетесь из тех женщин которые у него были потому что это есть карта на чек себе заявляет да вы что-то очень яркое что-то очень властное что-то очень такое вы его победили вы его покорили вы его положили на лопатке а на самом деле вы нежная любящая дома кубков как женщина да он понимает что вас очень ярко выражен мутеринский инстинкт забота высший суд непростой человек очень мудро идущий учителем ему скорее всего на самом деле вы душе или по натуре очень нежная ласковая хрупкая умеющая сглаживать углы умеющая находить общий язык знающие что нужно сказать до нужный момент в нужном месте как пожалеть сочувственное умеющие любить что он считает либо что он думает о ваших чувствах к нему какие чувства вы с нему испытываете но глубокое чувство уважения ему относились как своему партнеру к своему мужчине как своему мужу к своему родному и близкому человеку и всегда его принимали как родного и близкого человека как свою семью как с человека по семье и чувство действительно как чувство как своему мужчине чувство стабильное чувство надежное он видит вас не знаю такое ощущение как будто он считает что вообще вы будете любить всю жизнь потому что такая стабильность то есть вы нибудь вы не такой человек который то любит и не любит то есть он считает что здесь достаточно глубокое такое отношение, возможно, вы чувства ещё и не показываете, да, но вы своим, как бы, может быть, вы ему и не признавались ни разу в любви, как император, но по вашему теплоте, по вашему поведению, по вашей трансляции энергии он понимает, что вы его любите, тут всё равно трансляция тепла, солнца, семейного очага, то есть то, как у вас всё было, ну, здесь человек понимает, что вы его любите, но чувства такие, знаете, когда люди не говорят про любовь, ну, мудрость какая-то, женщинство, я думаю, что вы не объяснялись в любви, но это любовь, которая, карта любви из прошлого, опять же, семейная карта, воспоминания, приятные воспоминания, он, когда ему плохо, он вас вспоминает, он думает о ваших чувствах, о вас, о каких-то моментах, может быть, даже сексуальных моментах, но он знает, что вы влюблены, вы как-то его боготворили, вы к нему относились как к чему-то, вот вы любовь проявляли к нему как к мужу, как к императору, как, может быть, даже выше ставили его по статусу, чем он есть, да, вот как-то к нему относились как к какой-то очень важной персоне, какие он считает у вас желания по отношению к нему, что вы желаете, ну, у вас иллюзия, он думает, что вы просто влюбились, у вас там фантазии, глупости, сейчас, наверное, уже охладели, уже, возможно, желания поменялись, но вы такой человек, который чётко знает, чего он хочет, для вас это опыт, причём он чётко понимает, что если вы чего-то захотите, то вы этого добьётесь, и любые желания по отношению к вам, ну, изначально он считал, скорее всего, что вы просто хотите быть любовниками, потом, скорее всего, у вас что-то поменялось, да, возможно, вы рассматривали её просто как, ну, отношения, ну, повстречаемся, да, ну, возможно, как-то по-другому всё это получилось, но он считает, что изначально вы вообще не понимали, что это, как это началось, потому что это какое-то было что-то нестандартное такое, да, больше было похоже на иллюзии, больше было похоже, как что-то, знаете, когда человек не может понять, вот все пошли, понимаете, вот как пойдёт, так пойдёт, как-то закрутилось, завертелось, и никто не понимал, куда вообще это идёт, но и он знает точно, что, да, возможно, вы взяли всё это в свои руки, возможно, вы вытянули эти отношения, возможно, ситуация очень резко поменялась в процессе вашего общения, желания ваши поменялись, но он очень боялся того, что вы начали, потому что он боится отдаваться эмоциям, и он очень боялся, что в вашем желании есть вами руководить, да, вот как многие женщины подсаживают там на чувства, и потом, многие боятся мужчины этого, что я сейчас влюблюсь, потом буду как, как, как этот, как пуратино, там, как кукла на верёвочках буду направлять. Сейчас, в настоящий момент, он почему-то считает, что у вас, как бы, пауза, желания ваши, вы никак не проявляетесь, желания ваши никак не проявляются, но в любой момент это можно всё возобновить, это всё можно восстановить, как потеря чувства и эмоций, возможно, желать вы уже чего-то не желаете, как он считает, но всё это можно как бы возобновить вновь. А по его мнению, каких действий вы от него ждёте? Вы от него ждёте стабильности, вы хотите какой-то конкретики? Вы не понимаете, потому что здесь вы хотите куда-то идти, вы хотите куда-то двигаться, но здесь это будет считываться, как действительно вы хотите идти уже в каком-то направлении, в стабильном направлении. Скорее всего, он тоже понимает, что вы не совсем уверены в том, что вам нужны эти отношения, но каких действий — это предложение, это предложение к чему-то. Понимаете, здесь вот в таком сочетании луна проигрывает, это продолжение рода. У нас восьмёрка кубков — это когда мы идём во что-то новое. В марсельском Торо это продолжение рода, это связано с развитием рода, с продолжением рода. Когда мы переоцениваем свою жизнь с точки зрения того, что у меня есть на сегодня, и чего я добился, и что я оставлю после себя. С луной это часто проигрывается как беременность. То есть, допустим, он вообще думает, что вы от него хотели забеременеть. Ну, либо такое тоже может быть, в зависимости от того, кто разные женщины смотрит разного возраста. Но вообще, чего вы от него хотели, каких действий? Какого-то предложения, чтобы либо жить вместе, либо съехаться вместе, либо уже какой-то конкретики стабильности. Потому что по луне вот эта неопределённость, эти вот волнения, вот это вот состояние, когда я сам не знаю, чего я хочу. Ну, всем уже надоело, он всё это прекрасно понимал. А почему он этого не делал? Потому что он понимал, что вы хотите стабильности. Не мог прийти к взвешенному решению. Очень много сомневался, что нет опыта, что он дурак во всём, что он ещё молод. И, ну, либо рано, либо это всё глупость, это всё несерьёзно. Боится, справдиться называется, смотреть в глаза, боится принимать вот это честное, зрелое решение. Потому что здесь как незрелое решение. Да, действительно, он просто не мог принять этого решения. Он всё понимал прекрасно, но он всё время боялся к этому подойти. Как он считает, на что вы готовы ради него? На что вы готовы ради него? Тасковать, скучать на семью? Хотя вы понимаете, что она… То есть вы понимаете то, что это будет грустно, скучно, что это будет не тот образ жизни, которым вы привыкли жить, но вы согласны идти с ним в семью. То есть он понимает прекрасно, что вы готовы с ним идти в серьёзные отношения. То есть вы с ним готовы строить бизнес, вы с ним готовы как-то в него вкладываться. Ну, либо просто самое простое значение, зная, понимая, что здесь какая-то сложность будет с чувствами, с эмоциями, с проявлением чувств и эмоций, либо с какой-то сложной ситуацией между вами. Когда уже, знаете, когда я уже ничего не хочу, вы уже отстанете от меня, я уже наелась этих отношений, но вы всё равно пошли. То есть вы уже наелись вот этого его характера, да, вы уже ничего не хотите, но он понимает, что вы пошли. Вот на что вы готовы, даже после того, что он для вас сделал, вы всё равно готовы идти с ним в семью. И насколько он для вас важен, ну, его собственность, конечно, важна, только вы не можете как-то, если постоянно под него будете подстраиваться, вы никого не видите, кроме него, вы тут связаны по рукам и ногам, вы не видите другого выхода, вы видите только его, ну, по его мнению, вообще вот только его перед глазами. Но здесь карта собственности. И он очень боится попасть в эту собственность, он не боится стать вашей собственностью, потому что потом он боится, что он не сможет управлять и принимать сам самостоятельное решение, потому что вы властные, вы видите, вы король жезлов, стузов мечей. Он понимает, что он может завязывать, он боится, когда женщина управляет мужчиной, но с вами он чётко понимает, что это может быть. То есть кем вы, кем он для вас является? Страстью, страстью, огнём, любовником, любимым человеком, мужчиной. Ну, это он так видит. Ну, как он видит перспективу, видит ли он будущее с вами, видит ли этот мужчина будущее с вами? Да, как гостевая какая-то история. Возможно, через какой-то период времени, если это сложится, возможно, что-то из этого и срастётся в плане брака, но как бы от гостевого брака с вами он бы не отказался, потому что здесь как... Да, во-первых, он не против поддерживать любовные отношения, это такие отношения, как приехал и уехал, но не проживать вместе, потому что он боится попасть под ваше влияние. Вот он боится, что вы будете им управлять, потому что вы сильнее. Но, может быть, как-то со временем это переросло бы во что-то, возможно, официально семейное. Но пока он об этом, скорее всего, не думает, но да, он иногда как бы на вопрос видел, либо представлял, либо задумывался о будущем, да, задумывался. Пока это что-то несерьёзное, но у меня наоборот, Паш, поэтому что-то такое незрелое. Но мысли такие были. Второй вариант, колодок линт. Посмотрим всё о вас. Всё о вас с его глазами. Какая-то сложная ситуация, конфликт какой-то, перманентный, лёгкий такой, но конфликт. Какой он вас видит? Вот каким человеком он вас видит? Хитрый, изворотливый. Либо человеком, который запутался даже не в своём обмане, потому что вы страдаете, вы страдаете от какого-то обмана. Вы человек, который всем помогает. А здесь не вы обманщица, а здесь человек, который сталкивается с какими-то ситуациями из-за своей собственной вот этой вот желания всем помочь. И страдаете потом из-за этого. Что он по этому поводу думает? Ну, здесь надо быть более такой, не такой щедрый, как вы есть, являетесь щедрой. Любить больше себя, жить для себя, выбирать себя императрицу, относиться ко всем, ну, может быть, даже как... Да, любить как императрицу, но не раздавать деньги. Потому что здесь такая ещё, может быть, и денежная помощь. Вот такой открытый человек, который ко всем помочь. Очень активный, очень работоспособный, такой моложавый, молодой, энергичный. Но вот что он думает по этому поводу? Здесь нужно вкладываться в себя, экономить, не раздавать, ценить себя, вкладываться в себя. Потому что, кем он вас считает? Человек... Здесь как страдание от какого-то обмана, потому что вы всем помогаете, и потом вы... Почему он так думает? Мне просто интересно. Девятка Пентакли. А, потому что вы, в принципе, успешный человек. Девятка Пентакли у вас должны быть... Ну, как он считает, вы человек, который достиг определённого успеха в материальной сфере. То есть вы можете, у вас есть чем помочь, либо вас так люди воспринимают, вами можно воспользоваться. Хорошо. Какой он вас видит как женщину? Ой. Туз Кубков очень красивый, очень любвеобильный, такой, в который все влюбляют. Туз Кубков — это и есть сама любовь, это же любовный импульс. Вы человек, в которого невозможно не влюбиться, который дарит, который будоражит во всех вот этот импульс любви. Очень счастливая, очень интересная жизнь, очень умная, женщина, живущая мозгами. Ну, смотрите, изначально это Туз Кубков, то есть первое, самое главное, это умение любить и подражать в людях чувства любви. Вы всесторонне развитая, вы глубокая, вы зрелая, вы очень счастливая, очень удачная и всесторонне развитая. То есть, скорее всего, вы много путешествовали, скорее всего, вы много знаете. Скорее всего, вы такая вот, ну, не скажу, что же лица любви, но человек, который очень много знает, либо, не знаю, так можно еще часто говорить, что когда мужчина хочет женщину рассматривать со всех сторон, любоваться ей со всех сторон, и, в принципе, с вами еще интересно и общаться, потому что Королевой Мечей всегда интересно будет о чем поговорить. У него всегда есть очень много мудрых, смелых и интересных мыслей. А что он думает, какие вы чувства испытываете к нему? Ну, он считает, что у вас есть страсть к нему, которая в настоящий момент зашла в тупик. Ну, получается, как была, и в настоящий момент ее нет. но ее можно возобновить. Тут как волнообразные отношения, скорее всего, чувства, то есть, вернее, такие. Он считает, что он, возможно, был хорошим любовником, либо классным мужчиной, но он считает, что он вас будоражит к чувству страсти. То есть, всю страсть. Только я не понимаю смысла, потому что здесь посредине лежит карта отсутствия вообще сексуального опыта, либо секса. То есть, в этом смешно. То есть, возможно, у вас сейчас пауза, у вас нет этого секса, либо это его мысли о том, что вы такая страстная, сексуальная, но у вас ничего нет, либо вы как бы не хотите с ним идти в эти отношения. Ну, либо просто в настоящий момент какой-то затиши у вас в этой сфере. Но вообще он считает, что вы к нему испытываете страсть, вы его хотите, вы заинтересованы в нем. Какие они все самоуверенные. Ну, да, наверное, ну, наверное, так и есть. Не знаю, у кого, у всех по-разному, но он считает, что да. Просто вот меня смущает двойка жезлов, потому что двойка жезлов, он как бы в этом до конца не уверен. Он, ну, приедем, посмотрим. Ну, как бы он так считает, но двойка жезлов, это как бы подумает тоже об этом завтра. Я не уверена 100%, но мне кажется, она испытывает ко мне серьезную бурную страсть. Ну, пусть он в это верит. Может быть, так оно и есть. Что он считает? Вы не имеете? Тут, скорее всего, конфликт какой-то произошел. Возможно, скандал, либо из-за ревности, либо из-за чего-то другого. Здесь был, да, здесь были разборки, здесь были выяснения отношений, вы пришли к какому-то выводу. Я думаю, что либо вы четко ему сказали, что я от тебя вообще ничего не хочу, потому что как, здесь как четкое решение, такое отсекли, вот сказала нет, значит нет. Но страдать вы точно не хотите, я не могу сказать, что какие желания, вообще выйти, по какой он считает, вы очень хотите выйти из этой ситуации, как бы очнуться, проснуться, не видеть ничего, не смотреть, вот знаете, встать с этих корен, подняться. Ну, здесь ссора была, скорее всего. Здесь что-то, здесь был какой-то конфликт, а что у вас не так? Что у вас такое произошло? Затяжная какая-то ситуация, давно вы находитесь на расстоянии и ничего не решается. Связано, скорее всего, с каким-то материальным ресурсом. Вы можете об этом поговорить, скорее всего, это связано с чем-то, знаете, как либо с дорогой, либо с движением, но ничего сейчас не происходит. Возможно, с какой-то работой, которую он для вас делал, либо вы для него делали. Здесь действительно был конфликт. Возможно, с его работой, возможно, с вашей работой, с дорогой, с развитием, но ничего, все стоит на месте, ничего не происходит. Возможно, даже с каким-то, как вы от чего-то вы ждете ничего не происходит и желание у вас никаких по отношению к нему уже нет как-то достал но обидел на башню скандалу может быть расставание но больше похоже как раз были какой-то было все сисло такое выяснение отношения на повышенных тонах как он читает каких действий вы от него ждете во первых он будет показывать что он за вами следит он считает что вы ждете этого так вы победили вы его обыграли ему очень сложно но знать как он считает что вы мужчина может быть не свободен может быть не свободен но семейные карты опять же нет вот странно здесь три десятки подряд здесь в чего это он считает что вот у вас были допустим отношения конфликт и ему кажется что вы бы с удовольствием пошли с ним в какое-то новое начало как-то заново бы все это начали потому что он как бы тоже ждет он наблюдает следит он знает что вы как-то ему кажется что вы хотите чтобы за ним следили наблюдали и знаете чего он ждет что в какой-то момент вам реально станет одиноко вы как бы посмотрите что никого лучше его в настоящий момент рядом с вами нет и начнется все заново потому что это принципе как больше даже но это его желание понимаете это как бы его желание но он хочет видеть так как будто вы этого желаете что вы как-то пересмотрите переоцените и посмотрите что вам будет одиноко помеет что он лучше вы присмотритесь там к людям который рядом с вами находится и поймет поймете что он лучше таких действий вот если честно хотел бы с вами встречаться он хотел бы с вами возобновить ну либо иметь какие-то отношения почему стабильные причем а что вас не устраивает неопределенность вас не устраивает вы не знаете куда это идет куда вам это его ничего не дает вот эта карта которая была в начале раскладов только вам у вас какой-то внутренний дискомфорт вы до конца не понимать что вы хотите быть с ним ну вот тревожит вас человек вы внутренне такой блок как все сами не уверены нужно ли вам эта связь нужно ли вам эти отношения как не видите куда идти дальше а что дальше ну вот как бы а что дальше куда мы дальше двигаемся по его мнению на что вы готовы ради него в принципе возобновить прошлое пересмотреть прошлое заново начать потому что он считает чтобы было все хорошо и вы в принципе будете готовы начать сначала потому что как возобновить прошлое очистить прошлое либо изменить прошлое обновить прошлое либо сделать прошлое так опять же таким же комфортным только с нуля переродить его отремонтировать переродить начать заново насколько он для нас важен по его мнению насколько он он не уверен вообще что он важен вам но при определенных условиях допустим он понимает что вы бы возможно бы его даже и не выбрали при определенных условиях потому что здесь очень много сложности мужчина женат века пентакли ну скорее всего да как-то подстраивается насколько важен доложите быть парой но мне так часто проигрываются соперники и соперницы что скорее да уточнила все таки потому что он как бы для вас важен но он понимает прекрасно что король чем не в общих раскладах это всегда будет не он то будет соперник потому что ну если не соперника вы выберете тогда насколько он важен да если можно проиграть что да он считает что он для вас важен он для вас важен здесь все равно что-то не так здесь ничего уже не радует как отдаление охлаждение у него есть мысли о том что здесь мужчина первых очень высокая вероятность что он у него есть другая девушка общается с другой девушкой но вообще насколько он вам важен здесь сомнения есть он понимает что вы не сразу решите с ним идти в отношения в одной лодке в будущее вы не поплывете и как бы отрабатывать эти отношения вы не хотите а любовниками вы быть не хотите тоже не согласны эти вот любовную связь и здесь ну как бы ничего не происходит все стоит на месте почему потому что вас не устраивают условия этих отношений а как он видит вот как он видит в будущее есть в этих отношениях нет повешен до шанс есть но тело как-то скучно грустно и скорее всего здесь есть еще кто-то есть вот эти другие участники в отношениях кто-то в браке но если вы не в браке если никто не браке тогда просто есть какая-то ситуация зависшие здесь очень сложно с чем-то надо пожертвовать ради того чтобы выбрать отношения существовали чтобы эти отношения были хотел бы он пойти с вами в брак да это возможно он об этом думает да кстати да думает об этом но какая-то там тоже сложная было было бы назвать легкая ситуация вы бы не смотрели расклады я так думаю со сложности есть какая-то третий вариант кого-то потечения чели серка пентаклей сказать потеря произошла возможно расставание загаданный человек какой вас видит какой он нас видит как человека очень молодой хрупкой такой паш пашку влюбленный легкой возможно глупой но шут это не да которую потерял как молодая девушка молодая принцесса но в некоторых новых пашка принцесса возможно наивная возможно такая стремящаяся во все открытое возможно открыто всему миру возможно доверчивая но он шут это не не в плане чтобы дурак дашь вот это всегда это всегда умная карта это всегда мозги но это человек готов ко всему новому открыт ко всему новому новому Он ни к чему не привязывается. И, возможно, вот его эта открытость часто играется на какую-то там дурную шутку. Но вообще видит вас очень молодой, красивой, интересной, яркой, влюблённой. Как женщина, как он вас видит. Достаточно. Так, в настоящий момент какая-то пауза, болезненная ситуация. Вы, скорее всего, не общаетесь. Но как женщина, он такое ощущение, как будто он сейчас не понимает вообще, кто вы. Вы настолько изменились. Вот какая вы были и кем вы стали. То есть вы за последнее время очень сильно изменились. Может быть, за последние даже два года. Но там за последний год, колесо года, колесо жизни. И он не понимает вообще ваших планов на будущее. У него нет представления, а куда вы идёте, а к чему вы стремитесь. Он как столкнулся с какой-то информацией, которой он никогда о вас так не думал. То есть у него здесь какой-то, как совершенно по-новому на вас посмотрел. Либо он вас недооценивал. Он считал вас все время какой-то молодой, глупой, такой наивной девочкой. А сейчас посмотрел на вас как... Да, вы же сутки повзрослели. Вы прошли какие-то уроки. Это карта зрелости. Это карта уже предпоследней старшей аркан, когда вы достигли определённого... Ну, то есть прошло много времени. Вы очень долго ждали. Либо очень много времени как-то. И вы повзрослели. Вы стали совершенно другой. И сделали ему больно, кстати. Ваши чувства по отношению к нему. Ну, он отшельник. Ваши чувства. Он считает, что вас там как бы... Он не понимает уже, что вы испытываете. Ему кажется, что вы к нему охладели. Ну, здесь в данный момент здесь холод. И, скорее всего, у него есть соперник. Потому что чувства к вам... Ну, здесь холод. Возможно, вы смотрите почему. Потому что вы смотрите в сторону другого мужчины. Не знаю. Отшельник – это плохая карта на чувства. Почему-то он считает, что у вас нет к нему чувства. Там есть обиды. Там есть, возможно, какие-то, не знаю... Возможно, какая-то связь по каким-то там энергиям. Да? Семьи, детей. Может быть, просто совместно. Но он считает, что вы к нему остыли. Что любви у него... Что любви к вам... То есть, вернее, у вас нет к нему любви в настоящий момент. Почему? Потому что есть кто-то другой. Ну, это он так думает. Ну, да, скорее всего, так. А что вы думаете... Что он думает, вы думаете по отношению? О нём, да? Что с ним будет всё стабильно. Что стабильное общение на расстоянии можно будет сохранить. Пройдёт время. Ну, как-то... Какой-то долгий период. И вы сможете найти общий язык. Вы сможете общаться. Ну, здесь, скорее всего, конфликт какой-то. Потеря отношений произошла. Он считает, что через какой-то период времени вы сможете нормально общаться. Вы сможете возобновить нормальное общение. А что у вас произошло? Уехали, разъехали с расстояния. Девятка кубков. Своё удовольствие. Возможно, у вас появился другой мужчина. Ну, не знаю. Потому что другой мужчина... Он вас потерял. По его мнению, он вас потерял. Какие у вас желания по отношению к нему? Ну, здесь тяжело. Солнце. Препятствие здесь. Изменить ситуацию. Дьявол. Здесь действительно что-то произошло. Он считает, что вы желаете с ним изменить, чтобы солнце осветило. Во-первых, это его желание будет, на самом деле. Но ему кажется, что вы тоже этого хотите. Чтобы солнце осветило эту непонятную ситуацию по дьяволу. Чтобы всем всё стало ясно, что произошло. Потому что здесь какие-то трудности, есть какие-то конфликты. Но как бы здесь можно понять, что вообще случилось, что вообще произошло. Потому что здесь очень много домыслов, очень много... Тут какая-то ревность, здесь какая-то сложность, может быть, какие-то обманы. Но солнце с дьяволом называется счастье, а не совсем правильным путём полученное. И, возможно, он считает, что вы как-то хотите, не знаю, желание относительно его как-то его использовать и сделать ему больно. Но нет, здесь солнце. Он считает, что нет, вы не хотите ему вреда. Да, сложная ситуация, и вы рассчитываете, что солнце всё это решит. Как бы по солнышку всё, весь негатив выйдет наружу, и вы поймёте, что вообще произошло. Каких действий вы от него ждёте? Здесь есть определённые страдания. Вообще, такое ощущение, как будто... Так, ну здесь у кого-то проиграется имущество, наследство, что вы от него ждёте, да, чтобы женщина осталась здесь, с деньгами, чтобы... Он считает, что вы ждёте от него денег после его смерти. Ладно, шучу. Ну, так это тоже может проиграться, как женщина получила накопление после смерти, да, по какой причине, по смерти, от смерти или после смерти, каких... Чтобы вы оставили ему какое-то наследство, чтобы вы оставили какие-то алименты, чтобы он оставил вам какие-то алименты, какие-то действия. Вообще, самое основное — это разобраться, проработать какую-то болезненную ситуацию, выйти из этой болезненной ситуации, потому что он считает, что вам плохо, вы не справитесь сама, вам плохо, и вы рассчитываете на его помощь. И в помощь это будет выглядеть в каком-то накоплении, либо в какой-то, ну, в чём-то таком, то, на что женщина может рассчитывать, на что женщина может опереться, на какую-то сумму денег. По сути, вы ждёте от него какой-то материальной стабильности. Это я вот так считаю. А на что вы готовы ради него, по его мнению? Вы готовы на любовь ради него, вы готовы в союз идти. Пока это, скорее всего, невозможно, но шанс такой есть. Вы готовы идти ради него в союз, в любовь. Вы готовы какое-то время быть вместе. Сейчас это не получится, но шанс есть. Он думает, что вы как бы хотите вернуть отношения, либо оставаться в этом союзе, либо поддерживать союз. И на любовь готовы, да? Вы готовы на любовь ради него. Вы готовы, в принципе, вкладываться в него. Вы готовы... Да нет, вы сама любовь, вы сама... Он вас видит по жёну кубков. Да, он считает, возможно, это какая-то в чём-то иллюзия, но там философский какой-то мыслящий человек такой, он будет считать, что это туз кубков иллюзия. Любовь — это и есть иллюзия. Любовь — это и есть то, что... Ну, что-то эфемерное. Вот такое. Любовь — это проявление секса, чувств, эмоций. Но всё это наша иллюзия. Вообще мы все живём в иллюзиях. Насколько он для вас важен, по его мнению? Нет, он считает, что... Что он вам важен. Что вы его любили, что у вас были чувства, что у вас был настоящий искренний союз. Что он важен, да. Старший Аркан, вы делали выбор сердца. Вы действительно... Тут жезлов, да. Вы действительно желали, вы действительно готовы были идти на что-то ради него, вы готовы были делать какие-то действия ради него. Вы готовы были... Не знаю, тут как-то мужчина нормально к вам относится, он понимает, что вы готовы на многое. Он вам действительно важен, потому что ради него вы готовы совершать какие-то действия. Крыльев Розов — это женщина действий. Это женщина, которая готова к чему-то идти, к чему-то стремиться, добиваться. Ради него, да. Он вам важен. То есть вы очень многое сделали ради него. Вы очень многое сделали ради этого союза. А как он видит будущее совместное с вами? Паш Мичейн, он пока наблюдает, он не доверяет. Возможно, есть дети общие. Но вообще тут больше как-то пожито, как он не доверяет. Он боится скандалов, он боится разборок, он боится ревности, выяснения отношений и конфликт. Я думаю, что он такой... Здесь нет разрыва окончательного, но он как бы предполагает, что рано или поздно вы всё равно найдёте общий язык, но здесь понимает, что уже прошлое не вернуть, да, склеенная ваза не звенит. А верит он в то, что вы можете быть вместе? Да, верит. Да, верит. Да, но здесь как бы мужчине нужно что-то делать. Наоборот, у меня императрица закончился расклад. Возможно, третий вариант смотрите на мужа. Здесь, ну, либо на человека, с которым вы жили, либо живёте. Потому что тут вот ситуация с наследством, с деньгами, с общими, с накоплениями, причём накоплениями женскими, которые отходят с женщинами. Ну, очень подойдёт, наверное, для тех, кто смотрит на партнёра своего, как мужа, с которым уже был какой-то материальный общий быт, общий бюджет. Такой был третий вариант. Всего вам доброго и до новых раскладов!